Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. К сожалению, в последние несколько дней мы не могли записывать видео, но мы возвращаемся и если вы ждали это видео, если его вам не хватало, то не забудьте поставить лайк. Ну а сегодня мы обсудим ключевые события на рынке, поговорим о заседании ОПЕК, которое пройдет в четверг, также поговорим о восстановлении рынка и что ждать в перспективе. Также я покажу те сделки, которые совершал на трейдинговом счете и разберем как раз мой инвестиционный портфель, потому что новые покупки я сделал как раз в начале месяца. Ну а теперь давайте перейдем к ключевой теме как раз этой недели, это заседание ОПЕК+. Это важно, потому что мы с вами не так давно видели ралли по нефти, где мы доходили по нефтемарке Brent в районе 67 и сейчас мы упали в область 63 на фоне как раз заседания, ожидания данного заседания. Что же там может быть? Ну во-первых ОПЕК+, да, это расширенный формат, то есть там входят дополнительные страны, которые также имеют большой вес в добыче нефти. И эта процедура была введена в прошлом году как раз для того, чтобы поддержать цены на нефть и приостановить производство, тем самым уменьшив излишки нефти, которые просто не пользовались, нефть стояла в танкерах долгое время, потому что цены были крайне низкими. Но сейчас фактически мы уже восстановились к тем уровням, которые были до марта прошлого года и что мы можем ожидать сейчас? Ну во-первых я напомню, что на предыдущем заседании, ну и то что было, те договоренности, которые были в прошлый раз, это сокращение добычи до 9,7 миллионов баррелей в сутки. И многие страны пошли на это, многие страны, ну точнее там несколько стран, там Мексика, насколько помню, не пошла, так как у них есть свои причины на это. Но тем не менее, то есть добыча была снижена и это помогало также стабилизировать цены на нефть. Но сейчас видны разногласия, да, то есть сейчас камнем преткновения будет то, решит ли ОПЕК плюс возобновлять добычу, а что еще может быть хуже для цены на нефть, это увеличивать ее. Сейчас фактически здесь две противобойствующие стороны, это Саудовская Аравия и Россия, то есть Россия не входит в ОПЕК, это она как раз входит в расширенный ОПЕК плюс. Собственно сейчас для России цены, которые есть на текущий момент на нефть, они подходят, да, то есть подходят для обеспечения бюджета и они готовы, да, с своей стороны наращивать добычу. А вот Саудовская Аравия, они хотят поддержать ценами высокими как можно дольше и вот фактически об этом и будут договариваться. Конечно, если, ну то ключевое, зачем нам нужно следить, это будет ли резкое увеличение добычи или возможно текучий уровень сохраняется еще на какой-то период, тогда это даст возможность как раз цены на нефть поддержать и возможно дальше мы увидим продолжение роста и движение в область район 70. Если нет, то скорее всего нефть может упасть и до 55, и до 50, ну скажем так, нисходящее движение по нефти может начаться. То есть это фундаментальное событие, которое мы сейчас ждем на рынке. Что в целом происходит по фондовому рынку, да, сейчас мы видим то, что ключевые площадки и европейские, американские восстанавливаются от того падения, которое было как раз в прошлой неделе, да, СНП пробил отметку 3,800, затем начал активно восстанавливаться. И сейчас фактически уже рост также продолжается. То, что может поддержать, ну фактически та повышенная волатильность, которая была, она была на фоне роста как раз инфляционных опасений, так как росли доходности 10-летних облигаций, да, они доходили до отметки 1,6, сейчас уже в районе 1,4, что несколько подуспокоил вот это намерение. Но Джером Пауэлл на прошлом заседании, как раз на прошлой неделе, несколько успокоил рынки. Ну а что ему еще остается делать? То есть он всегда это будет делать. То есть ему же не нужно, чтобы рынки ушли в штопор, поэтому он будет, по крайней мере словесно, да, поддерживать настолько, насколько он это может. Ну и плюс мы ждем все-таки пакета 1,9 триллиона долларов, который вот-вот уже должен быть выдан, да, мы уже ждем его несколько месяцев, что тоже может поддержать, да, безусловно, рынки. Теперь давайте пройдемся по основным инструментам и в целом посмотрим, что на рынке происходит. Была довольно-таки сильная волна укрепления американского доллара как раз последнюю неделю. Собственно евро тоже скорректировался в область 1,1,20 и с текущих уровней, как я тоже для себя предполагал, есть интересная возможность как раз для того, чтобы заходить вновь на продолжение роста. Сейчас для того, чтобы это сделать, я жду закрепления выше локальных максимумов, которые были у нас сформированы, соответственно, вчера, после коррекции. И если эта коррекция произведет, то в евро-доллар я бы зашел как раз из области где-то 1,20. То есть не по текущим ценам, потому что сейчас мы видим такой боковик и хочется зайти как можно ближе к области поддержки в районе 1,19,60. То есть в идеале 100-плосс убирать за этот уровень, если уже заходить в покупки. Поэтому здесь нужно тоже быть крайне аккуратным, потому что еще одна небольшая волна снижения здесь тоже может быть. По британской валюте мы активно росли, то есть начиная с сентября прошлого года. И, собственно, в конце февраля была вот эта довольно-таки сильная коррекция по британской валюте после локальных максимумов. Но мы здесь говорили, что британская валюта перекуплена и эта коррекция может последовать. Вопрос, где она остановится? Остановилась она в области поддержки. И, собственно, сейчас тоже британская валюта пытается выходить из данной коррекции. Собственно, что сейчас мы видим с точки зрения часового таймфрейма? Пока разворота этого не произошло. По крайней мере, я его для себя здесь не отмечаю. Если мы сможем закрепиться выше максимумов вторника, вчерашней торговой сессии, то, собственно, здесь я тоже для себя рассмотрю установку отложенных ордеров. И буду рассматривать вход на продолжение как раз роста. То есть британская валюта сейчас выглядит более-менее интересно для того, чтобы ее купить. Но, опять же, нужно дождаться подтверждения. По паре американский доллар, канадский доллар в конце февраля мы увидели обновление локальных минимумов, что пока также подтверждает сохранение нисходящей формации. Собственно, пара продолжает падать с марта прошлого года. То есть здесь ничего не меняется. Но американский доллар укрепляется. Прошу прощения, американский доллар снижается по отношению к канадскому доллару. С точки зрения торговых идей, да, вчера мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были в понедельник. Собственно, для меня это сигнал, что можно искать покупки. Я поставил отложенный ордер, но, опять же, входить не по тем ценам, которые были после проведения, а только после коррекции. Стоп у меня стоит за максимум, который был как раз 26 февраля. Если будет еще одна волна, вот эта небольшая коррекция, то здесь в данный актив я войду. То есть отложенный ордер у меня стоит. По паре американский доллар, японская, вот здесь ситуация несколько отличается, потому что здесь по всей видимости у нас уже формируется тренд восходящий, то есть мы тоже об этом говорили, то что пока по доллару иене я бы придерживался именно покупок как основной сценарий, да, с точки зрения нового таймфрейма, потому что мы здесь видим, что тренд у нас восходящий, и фактически область поддержки просматривается тоже довольно-таки явно, поэтому если буду сейчас коррекцией, то, скорее всего, я не буду входить в шорт, но буду искать возможности купить как раз по завершению данной коррекции. Поэтому здесь пока без... Продолжение следует... Прошу прощения. Также по паре американский доллар, австралийский доллар к американскому доллару, здесь мы видим тоже волну коррекции, да, видим волну снижения. Собственно, мы обновили минимальные значения, которые были последние пару недель, и сейчас тоже начали восстанавливаться. Собственно, здесь я тоже для себя рассматриваю возможность входа на продолжение роста, так как тренд у нас все еще пока остается восходящий. Я тоже поставил отложенные ордера, сейчас они находятся в области минимальных значений, которые были как раз сформированы 2 марта, и здесь, если это как раз коррекция случится, то в Австралийск тоже бы я вошел. И то же самое по Новозеландцу. Новозеландец скорректировался, вот локальный максимум, тренд сохраняется восходящий, сейчас находимся в области поддержки, поэтому, опять же, неплохие уровни для того, чтобы заходить на покупку. Поэтому здесь тоже у меня стоит отложенный ордер. Если будет коррекция в область 73, 72, 36, то в Новозеландец здесь я бы тоже вошел. Пока выглядит интересно. Золото. По золоту здесь я тоже для себя рассматриваю возможности входа на продолжение как раз роста, с вероятностью как раз того, что если цена сможет удержаться в области поддержки, которую мы видели как раз на уровне минимальных значений, которые были в декабре, то есть это отметка 1765 долларов за тройскую унцию, но этот уровень не удержался. Собственно, сейчас мы видим, что развитие нисходящей формации у нас идет более явно на фоне как раз выхода из данного защитного актива, поэтому вполне вероятно, что ближайший, то есть основной тренд сейчас все еще будет продолжаться как нисходящий. Поэтому здесь, конечно, да, мы можем видеть здесь восстановительно-восходящее движение, коррекционное, но, опять же, как основной сценарий, пока я буду рассматривать для себя продажи, буду искать возможность золото продать, тем более так как оно не удержалось ниже данных уровней. По индексам, индекс DAX чувствует себя довольно-таки неплохо, коррекция была здесь не такой сильной, как по S&P 500, мы торгуемся вблизи исторических максимумов, по индексу DAX, поэтому здесь для европейского фондового рынка, ну и для рынка Германии все выглядит довольно-таки неплохо. Опять же, заходить сейчас не имеет смысла, а те коррекции, которые были, ну, в моем случае не было того движения, которое я бы мог взять на коррекции и присоединиться к этому DAX, поэтому DAX пока пропускаю. S&P, S&P, да, у нас прошлая неделя завершилась как раз довольно-таки сильным падением, затем цены начали восстанавливаться, здесь я тоже пробовал для себя заходить, у меня был первый вход, который закрылся по стоп-лоссу, то есть здесь, собственно, после того, как цена 24 февраля смогла закрепиться выше максимума, которые были как раз 23 февраля, я поставил отложенный ордер, на случай как раз вот этой коррекции, которая была, но стоп мой зацепило, да, буквально несколько пунктов, и дальше сейчас восстановительное движение началось, то есть, ну, такое бывает, да, то есть происходит ложный пробой, и цена возвращается, и мы никогда не можем сказать, будет ли он сильный или нет, или это будет ложный пробой, поэтому в любом случае я всегда ставлю стоп-лоссы для того, чтобы как раз исключить риск получения большего убытка, чем я себе могу позволить, поэтому здесь это все рабочий момент, но тем не менее у меня все еще остается здесь отложенный ордер, точнее он оставался вчера, и пока я его тоже подержу, буду следить за тем, если цена сможет сегодня закрепиться ниже как раз локальных минимумов, то возможно еще обновление минимальных значений 26 февраля у нас еще будет, тогда буду заходить чуть позже, и тогда отложенный ордер удалю, то есть сейчас здесь тоже нужно быть крайне аккуратным, ну и нефть, собственно, то, что мы с вами разбирали в самом начале, после того ралли, то есть фактически весь февраль нефть торговалась в зоне перекупленности, да, и коррекция могла начаться в любой момент, но вот сейчас она как раз произошла, то есть текущих уровней как раз мы можем ожидать и возобновления роста, то есть, ну, скажем так, техническая коррекция в ожиданиях того решения, которое будет. Если оно будет, по крайней мере, не за сильное увеличение добычи нефти, то вероятно продолжение роста здесь мы можем увидеть, и отметку 70 вполне вероятно, что в марте нефть покажет, поэтому здесь пока следим, ну и в целом с точки зрения часового таймфрейма, да, у нас нисходящее движение все еще сохраняется. Неделя были довольно-таки активные, да, довольно-таки волатильные, многие инструменты показывали свое движение, которое мы видели, да, фондовый рынок падал довольно-таки активно, но также, как я и обещал, давайте посмотрим мой инвестиционный счет, и я тоже расскажу пару слов о том, какие позиции здесь я для себя добавил. Ну, мы сделаем это, я думаю, что в следующий раз, чтобы как раз быть в лимите того времени, который у нас есть, и разберем вот эти моменты уже в следующем видео, которое будет в пятницу, посвятим как раз вот этому отдельное видео. На сегодня это все, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях, ну, а мы увидимся с вами в пятницу, посмотрим, как у нас завершается первая неделя марта, ну, и, собственно, в пятницу тоже будут нонфармы, как важное событие для рынка. Всем спасибо за внимание и до свидания.